По вашим многочисленным просьбам я покажу, как стричь стрижку Малет. Я даже себе сегодня сделала примерное подобие укладки стрижки Малет. Ее слепила из того, что было. Hi everyone! С вами Ева Лорман. Я автор и ведущий этого канала, который посвящен красоте. И я продолжаю начатый мной марафон быстрых стрижек, который называется Big Step. Это уже 18 стрижка. Стричь я буду своими любимыми ножницами с микронасечками, а также филировочные ножницы и расческа с разметкой. Обо всех этих инструментах есть видео на канале. Ссылки на все полезные и нужные видео, которые я буду упоминать в этом ролике, я оставлю в описании. Итак, let's go! Друзья, одеваю опять перчатки. Кого до сих пор интересует вопрос, почему я стригу в перчатках? Смотрите ролик до конца, там будет самый очевидный ответ на этот вопрос. Итак, стрижка Малет состоит из двух стрижек. Сзади каскад с удлинением, а спереди волосы короткие. И эти две стрижки как-то надо совместить. Первый шаг. В моей технике все стрижки начинаются с определения опорных точек, контрольных длин, которые мы всегда выясняем с клиентом. Точка номер один. Точка номер один длина волос на затылочной зоне. В моем случае эта длина будет 7 сантиметров. Все длины вы можете корректировать сами. В конце ролика я объясню, по какому принципу выбираются длины в стрижке Малет. Вторая длина зона челки 6-7 сантиметров. Третья точка длина виска. Я буду делать стрижку в моем понимании как бы логичную. Обычно кто любит стрижку Малет, они убирают волосы за ухо. То есть по логике вещей ухо надо открывать. У стрижки Малет отдельная длина идет около уха и длина виска. Висок у Малет немного удлинен. Мы продолжаем эту линию по той же диагонали, как рост волос по краевой линии виска. В моем случае длина волос виска 4-5 сантиметров. Тоже самое делаем с другой стороны. Следующий шаг. Стрижем линию окантовки с центра вправо, с центра влево, ориентируясь на контрольную зону. Одну сторону подстригли, двигаемся в противоположное направление. Чтобы хорошо простричь внутренние слои, обязательно попросите клиента опустить голову вперед. Таким образом внутренние слои вот в таком виде будут вам более доступны. Кстати друзья, кому мешают субтитры, это ваши настройки и как их убрать, есть такое видео на канале, ссылку на него я оставлю в описании. И друзья мои, маленькое объявление. Я всегда стараюсь отвечать на комментарии, но оперативно отвечаю на комментарии в первый час после выхода нового ролика. Ориентировочно ролики выходят по четвергам и воскресеньям с 14.00. Поэтому, кто хочет получить быстрые ответы на свои вопросы, подписывайтесь, естественно, ставьте себе напоминание, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео и задать вопрос, на которые вы получите более быстрый ответ. Все, зону окантовки на затылочной зоне мы подстригли. После стрижки окантовки должна нарисоваться практически ровная линия. Следующий шаг. Нам надо закончить оформление височно-боковых зон. В моем случае ухо открыто, но только в самой высшей точке ухо. Расчесываем вот таким образом волосы в свободном падении. Мы видим контрольную длину высшей точки уха и вот как идет ухо, вот таким образом в свободном падении надо волосы и подстричь. То есть повторить форму уха. И резко вниз. Следующий момент. Делим затылочную зону на две части по центральному пробору. Все волосы, которые здесь находятся, оттягиваем от центрального пробора в сторону виска. Вот он висок. Или в сторону уха или прикрываем ухо, как вам будет удобно. И стрижем на уровне контрольной пряди над ухом. Вот она ее хорошо видно, вот она короткая. Но стрижем не вот таким срезом, а буквально вертикальным. Оттягиваем руку, ставим пальцы вертикально и делаем просто вот такой вертикальный срез. То есть ни в коем случае вот такие срезы делать нельзя, только вертикальный и отчесываем волосы в сторону уха, в сторону виска. Одну сторону сделали, то же самое делаем и на второй. Следующий шаг. Мы должны продлить зону макушки. Отделяем волосы в зоне макушки. Причем можно сказать, что практически все, которые у нас вообще сюда могут зачесаться. Если у вас очень длинные волосы, можете не стесняться прям вот так и делать. Продлили и самое главное теперь найти нашу контрольную прядь. Вот она. Можно конечно поменьше волос, я просто вам показываю, что все волосы в зоне макушки нужно будет в итоге подстричь на уровне вот этой контрольной пряди. Но самое главное, чтобы ваш срез находился под углом 90 градусов по отношению к макушке. И мы точно также должны держать свою руку в этой зоне. То есть не вот здесь, а вот так. Сделали один срез, теперь тоже самое вычесываем и делаем точно такой срез в этом же месте. Наша задача немного продлить зону макушки. В стрижке малет самая короткая часть, не считая точку над ухом, то это макушка. Следующий шаг. Наша задача теперь соединить вот эти волосы с самыми длинными. Делается это радиальными проборами. Представьте, что это арбуз и у него попка именно в этом месте. Или носик, кому как нравится. То есть вот это место и как идет рисунок у арбуза. От одной точки в разные стороны. Точно таким же образом мы будем сейчас вычесывать прядь. Начинаем сразу с контрольной и мы видим, как у нас сразу начинается удлинение. Это удлинение нормально, что оно здесь есть. Наша задача соединить теперь зону макушки с волосами в средней затылочной зоне и нижняя затылочная зона просто сюда не достанет. Поэтому мы вычесываем волосы на уровне только что простриженной пряди и продолжаем эту линию. Разделяем волосы в форме скибочек арбузика. У меня здесь не совсем длинные волосы у клиента. Если у вас более длинные волосы были, то вот тут треугольники будут более ярко выраженные. Ну вот что-то типа этого. Нам надо продлить вот эту диагональную линию. Очесываем столько волос, сколько помещается в длину ваших пальцев. С одной стороны подстригли, теперь двигаемся в другом направлении. То есть старайтесь все волосы очесывать на зону макушки. Макушка в этой стрижке, не считая зоны виска, самая короткая. Мы все волосы подстригли на уровне макушки, которая была все время под 90 градусов. Вот макушка и все волосы к ней, к ней, к ней. Следующий шаг. Стрижка окантовки зоны челки. У нас уже есть контрольная прядь и мы сейчас все волосы подстрижем под эту зону. Можете совершенно спокойно все волосы забрать с макушки и все волосы подстричь на уровне окантовки челки, которая у нас в этой стрижке прямая. Доходим до лобной впадины, вот она длина волос в этой зоне и все волосы к этому месту подчесываем и стрижем вертикально. Таким образом мы сейчас оформляем висок. Раз, то же самое делаем с другой стороны. Длина волос в лобной впадине и все волосы подчесываем к этой точке и стрижем, держим руку вертикально. Следующий шаг. Могут возникнуть вопросы касаемо стрижки вот этой зоны. У меня здесь уже проградуированы волосы, есть градуировка от предыдущей стрижки. В вашем случае, если вы стрижете длинные просто волосы, вот эта зона остается просто массивом. Тут надо у клиента уже спрашивать после сушки, что делать с этим массивом. Проградуировать его, немножечко убрать вот этот массив вот здесь. В принципе, как делается обычно, вот этот массив просто рвется филировочными ножницами и волосы прекрасно укладываются в этом месте. Для чего это делается? Для того, чтобы на затылочной зоне остался вот тут массив волос. Потому как малед предполагает такую фишку на затылочной зоне. Следующий шаг. Осталось подстричь волосы вот в этих двух зонах. От чего мы можем здесь стартовать? У нас есть зона макушки, вот она и у нас есть разная длина волос над ухом, потому как мы здесь сделали окантовку в форме уха. И как вот эти волосы теперь доработать? Именно в зоне над самой высшей точкой уха мы сейчас и будем работать только на высшей точке уха. Отсюда вычесываем волосы и продлеваем линию зоны макушки. Все волосы можно сказать закончились, длина волос не достигает этого уровня. Я специально отделила сейчас вам вот эти волосы, чтобы вы не потерялись. Вот эти волосы самые короткие, я уже говорила. Практически все волосы стригутся на уровне вот этого пробора или вот этой зоны. И нам нужно теперь просто свести вот эти зоны с этой зоной. У нас есть зона макушки, которую мы только что продлили и если мы сейчас будем вычесывать волосы из этой зоны, то мы получим вот такое удлинение здесь. Вот в этой стрижке для того, чтобы получилась шапочка вот в этом месте по шляпной зоне, треугольник не убирается. Но вы можете его пока не убирать, подстричь с присутствием треугольника, посушить и если вам будет казаться здесь больше объем, то имейте ввиду, что этот объем будет давать именно вот эта зона, треугольник. Я чаще всего эту зону стригу таким образом. Нахожу самую короткую прядь именно над высшей точкой уха, вот она. Оттягиваю волосы вертикально и на уровне этой самой короткой пряди убираю вот эти волосы. И все. То есть я немного убрала треугольник, он у меня поднялся и вот теперь он где. И фишка дальше. Представьте себе, что все волосы надо будет сейчас подстричь на уровне вот этой зоны. То есть подчесать все волосы сзади и подстричь на уровне этой пряди. Главное ее не терять. Даже волосы, которые у нас идут снизу, все-все-все надо подстричь на уровне этой пряди. Все вычесать, не переживайте. Лишние волосы сюда не попадут, то есть те, которые нам нужны, а те, которые надо подстричь таким образом, мы их подстрижем. То есть мы по факту сейчас сравняли, образно говоря, затылочную зону с боковой зоной. И треугольник вот здесь должен остаться. Дальше, теперь вот эти волосы отчесываем сюда и стрижем на уровне этого самого короткого ряда. Уберу волосы сзади, то есть вот он самый короткий ряд. Мы все волосы направляем в эту зону. Можно делать это небольшими участками. Просвечивается тот ряд. Это как один из вариантов стрижки малед. То есть, ну как бы я показываю вам сейчас самый, наверное, сложный, где есть самая короткая зона в центре головы и остальные волосы все расходятся от этой зоны. Когда быстро стрижешь, выглядит это буквально вот таким образом. Просто если не объяснять, то я не знаю, мало кто сможет понять, что вообще здесь можно настричь. Есть другая вариация стрижки малед, убирается висок. Но я вам показываю сейчас трендовую, то есть молодежную, самый, наверное, сложный. Если вас этот вариант не устраивает, либо вот когда клиент совсем прям захочет, скажет я не хочу, мне только вот такой вот сделайте косой висок. Полностью уберите мне вот эти вот хвостики. Тут получится достаточно коротко и нам надо будет просто здесь вот эти волосы убрать. То же самое делаем с другой стороны. Следующий шаг. Что касается челки, челку надо будет доработать на сухую, потому что мы должны увидеть как лягут волосы. Потому как она у нас почти подстрижена. Макушка у нас подстрижена, подстрижена. Диагональ продлена, продлена. Вот здесь челка тоже подстрижена. Между этими зонами будет вот такой треугольник. Что с этим треугольником делать? Работать с ним только на сухую. Вот я ее посушила, вообще никаких укладок не применяла. По всей, скажем так, голове нужно ее доработать. Как она должна лежать, вот так мы ее и выщипываем. В буквальном смысле слова можно даже расческу не использовать. То есть я беру вот так и делаю вот такие срезы. Раз, два, три. И в конце раз, 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 помельчила. Чтобы это все красиво, прикольно, скажем так, смотрелось. Тут надо будет включать индивидуальные свои способности. Ножницы я полностью не смыкаю, работаю вот такими движениями. Рванина, которую мы сейчас делаем, это уже настолько индивидуально. Можете вообще низ не трогать, то есть тут уже очень индивидуальный момент. Усердие надо прилагать именно вот в этой зоне, где самые рваные волосы. То есть понимаете фишку стрижки Малет? Самая короткая макушка уходит в длины на челке и в длину на затылочной зоне. Челка рвется тоже по надобности. Нужна она вам сильно порванная или нет? Но, как показывает моя практика и вообще как я вижу эту стрижку, челка не рвется сильно, потому что самая порванная часть этой стрижки, вот эта центральная. И чем дальше от этой зоны, тем более массивные и не порванные волосы должны быть. Делятся эти две зоны вот этой частью. Поэтому мы можем порвать, но только верхнюю часть. Ближе к челке мы имеем более твердую часть. Беру воск, где я приобрела этот воск, ссылку оставлю на него в описании. Укладываем эту стрижку легко и просто. Вот какая стрижка, можно сказать, в стиле шикардос у нас получилась. Можно уложить и на бок. И вот таким способом. То есть укладка это уже дело ваше. Эту стрижку можно укладывать очень по-разному. Обещанное, по какому принципу вообще выбираются длины? Сзади, на виске, челке. Как подобрать стрижки по форме лица? Я уже 500 раз говорю, что скоро выйдет сериал. Я там буду подробно об этом рассказывать. Но скользь могу сказать по поводу именно этой стрижки. На затылке именно длина выбирается. Во-первых, по желанию клиента это первое. А второе, если клиент не знает какое у него желание, то надо учитывать длину шеи. Почему эту стрижку я бы рекомендовала также для возрастных продвинутых дам? Помимо того, что она прикольная, модная, сильная. У нее есть еще одна особенность. Она способна сделать коррекцию недостатков частей тела. Не только лица, но и частей тела. Например, если вы не любите длинные волосы, но есть вопросы на шеи. Шея, например, какая-то может быть в складочках. Могут быть видны всякие неровности в этом месте. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть шея с возрастом уже далеко не идеальная. И некоторые моменты ее можно скрыть. И это можно сделать посредством этой стрижки. Потому что в нижней затылочной зоне она может полностью прикрыть шею. То есть я сделала тут длину 8-10 сантиметров только лишь потому, что у меня у куклы уже волосы не растут. А если у клиента есть запас длины 10-15 даже сантиметров, сделайте такой вариант и посмотрите, насколько это будет красиво. Это первое. Второе. Данная стрижка вот в такой технике из-за длины волос на затылке корректирует короткую шею. Если она слишком короткая, то эти волосы визуально ее удлиняют. Если шея слишком длинная и худая, то я бы не советовала вот эту зону делать очень длинной. Потому что длина в этом месте она в любом случае будет увеличивать высоту шеи или длину шеи. Из этого следует масса выводов. То есть недостаток шеи сзади волосочки и вперед. И это один из самых таких топовых моментов вот в этой стрижке. Она может корректировать недостатки вот в этом месте при наличии коротких волос. Есть еще одна стрижка, которая примерно также заботится о коррекции недостатков частей тела. Эта стрижка называется каскад под 90 градусов. Она есть у меня на канале. Ссылку на нее я оставлю в описании. Она более спокойная без вот этих вот неожиданных моментов для кого-то. Но она также будет корректировать шею. Поэтому я ее и зацепила. Дальше эта стрижка вы видите удлиняет лицо. Потому как она сама тоже удлиненная. То есть если человеку нужно удлинить лицо, то пожалуйста есть вариант модной стрижки малет. А есть люди которым просто тупо нравится эта форма стрижки. Прям вот по красоте. Перчатки одеваю, чтобы вам было видно, что я делаю на фоне моих рук. Надеюсь ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я на этом канале снимаю ролики для вас. И показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye bye everyone! С вами была Ева Лорман и до встречи в новых видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова